Дайджест недвижимости Со ссылкой на АИЖК Всего российские дольщики вложили в объекты, которые еще не сданы, 4,5 трлн рублей Нередки случаи затягивания сроков сдачи домов и в Кирове Одним из примеров на данный момент является дом на Сурикова 39, корпус 3 Компания «Северо-Восток Энергострой» собрала с 89 дольщиков 135 млн рублей Дом застройщик должен был сдать еще в конце 2015 года Однако до сих пор не сделал этого К тому же, как выяснила прокуратура, часть средств, вложенных кировчанами Руководство компании израсходовало не на строительство дома, а на иные цели Дайджест недвижимости Двух застройщиков в регионе исключили из программы «Жилье для российской семьи» Речь идет о компаниях УКС «Авитек» и «Север» До 31 декабря 2017 года УКС «Авитек» должен был ввести в эксплуатацию 25,5 тысяч квадратных метров жилья в микрорайоне «Северные ворота» Организация «Север» 30 тысяч квадратных метров в рамках проекта «Новая Сергеева» Однако ни та, ни другая организации так и не начали строительство из-за финансовых проблем По этой причине правительственная комиссия приняла решение расторгнуть договоры с застройщиками В настоящее время строительство по программе ведет только один застройщик Кировской региональной ипотечной корпорации Квартиры продаются в микрорайоне «Верхние черемушки» в Новоавиатском районе Квадратный метр стоит от 30 тысяч рублей Дайджест недвижимости 21 многодетная семья осталась без земельных участков Нарушение выявила прокуратура Пижанского района В ходе проверки ее сотрудники выяснили, что по истечении 6 месяцев с даты поступления заявлений Администрация района не предоставила бесплатные земельные участки семьям Хотя чиновники обязаны были по закону это сделать В адрес главы администрации вынесено представление с требованием устранить недостатки и привлечь виновных к ответственности Напомню, по закону Кировской области, принятом в 2011 году, семьи, имеющие трех и более детей Могут получить бесплатный земельный участок для жилищного или дачного строительства, а также для ведения подсобного хозяйства На этом все. В студии работала Мария Кожевникова Дайджест недвижимости Дайджест недвижимости